всем привет среди вас я на сто процентов уверен есть очень много поклонников итальянского автопрома давайте немножечко поговорим об этом возьмем к примеру старенький fiat 500 и новый fiat 500 какая у них разница естественно помимо того что возраст плюс еще в том что у нового fiat у новой 500 есть парковочные вот эти вот пипсеры гидроусилитель руля можно поменять угол наклона руля есть электронная регулировка зеркал более комфортабельный салон очень много различных там компьютерных прибамбасов примочек электроники что у нас есть в старом fiat 500 начнем с того что там из всего перечисленного мной нет ничего плюс еще к этому отсутствуют подушки безопасности но есть люди все равно которые утверждают что старая fiat 500 намного круче чем новый и они с удовольствием будут ездить на такой машинке еще фиг знает сколько лет каждый решает сам для себя нравится вам новая хорошая модерновая машина пожалуйста покупайте катайтесь на ней нравится вам старая традиция пожалуйста топчитесь на месте со старой традиции это я говорю к тому что последнее время на ю тубе очень много людей которые утверждают что венчун керншпехта ничего из себя нормального не представляет кроме мусора компиляции различных техник и вообще это не венчун скажу немножечко о том как я пришел к выводу не только к выводу как я познакомился с венчуном керншпехта и какие у него плюсы преимущества перед традиционным и пманов ским направлением три года назад организами европейская организация венчун порвала все отношения с китайской организации венчун прекратив не только финансирование именно вы не ослышались прекратив финансирование китайской организации за счет своих взносов за счет своих каких-то там податей но полностью отказались от патриархата от патронажа пардон от патронажа вот это вот китайской федерации и пошли своей дорогой что явилось причиной к такому разрыву между этими организациями те кто более-менее следят за развитием именно венчуна среди восточных единоборств знают что керншпехт практически самого начала как он организовал европейскую федерацию вернее европейскую организацию венчун он начал вводить туда комбинации приемы блоки удары из других стилей из других видов единоборств из бокса из карате из тайского бокса из грэплинга из дзюдо чем обогатил арсенал боевых техник венчун и естественно ушел далеко от традиции ушел далеко от того направления которое считают к примеру итмановским самым чистым самым правильным те люди китае которые занимаются старым направлением итмановским долгое время это терпели потому что получали финансирование для развития своей собственной федерации из европы в частности из германии и причем это были хорошие деньги ежегодно каждый месяц европейская организация венчун переправляла солидную сумму этим может быть как дань традиции может быть как поддержка для развития традиционного венчуна не знаю в эти подробности я не вдавался все было описано в документе который керншпехт разместил на фейсбуке у себя на странице где было написано подробно почему они прерывают отношения почему не прерывает финансирование этих федераций и организаций в китае и на каких основаниях единственный момент нужно учесть то что один из учеников брюса ли и последователи этого ученика до сих пор получают некоторые финансовые помощи финансовой поддержки от европейской организации венчун почему потому что вот вам китайская действительность казалось бы китайцы да венчун традиционный те люди которые преподавали керншпехту венчун его ученикам вроде бы проповедовали свое направление и в благодарность этому плюс еще в помощь поддержку некоторым людям которые ранее стояли можно сказать у истоков от самого ипмана этого современного венчуна они сейчас не получают ни пенсии они не получают никакой поддержки один из них болен очень сильно болен и ни государство не тем более от организации венчун никакой финансовой поддержки ему не перечисляет чем занимается организация керншпехта в этом огромнейший плюс этой организации потому что люди работают с головой люди относятся к другим людям действительно с взаимопониманием они относятся с чувством благодарности за то что когда-то те люди научили их допустим тому же самым венчун китайцы этого не делают китайцев и так вы знаете почти полтора миллиарда им наплевать друг на друга пока они вместе они еще вместе работают как только кто-то от них отделяется все этот человек для них исчез они о нем забывают точно также произошел разрыв между европейской организации венчун и китайской традиционной венчуновской федерации они начали требовать еще больше денег и они начали требовать по второму пункту отказа от всех компилированных комбинаций приемов блоков и упражнений и методик тренировок в европейской федерации венчун которые были принесены керншпехтом не только керншпехтом но его учениками из других стилей из других единоборств из того же тайского бокса из бокса из дзюдо из грэплинга из джиу-джитсу они начали требовать чтобы немцы основатели своей федерации убрали это и тупо следовали работе на деревянном манекене чесао паксао с юлинтао и так далее человек стоящий у руля европейской организации венчун господин керншпехт сказал увы мы этим заниматься не будем там были еще какие-то у них недомолвки он несколько раз ездил в китай в конечном итоге они разорвали все деловые отношения теперь эта федерация более продвинутая идет своим путем в числе участников членов этой федерации действительно именитые мастера спорта чемпионы мира чемпионы европы не только по боксу но и по тайскому боксу по кикбоксу дзюдоисты вот например если вы хотите если вы считаете что я как бы голословен посмотрите в интернете имя такого арслан феррат это человек боксер буквально недавно он стал вновь чемпионом мира защитил свой титул получил новый пояс но в прошлом году этот человек в прошлом позапрошлом году он брал уроки по венчу именно по чесао по липким рукам у господина керншпехта и в интервью после этой победы он сказал что благодаря менторству некоторых удивительных людей предпредставляющих в европейскую организацию винчун он смог добиться большего результата быстрого результата чем ему этого хотелось конечно он сказал что я бы хотел провести на ринге больше раундов но к сожалению мой противник не смог против меня устоять посмотрите еще раз в интернете арслан феррат его брат кан иман феррат на сегодняшний момент имеет 6 дуань по винчун организация керншпехта бывший чемпион мира по кикбоксу уникальный человек быстрый человек когда они ездили в китай со своими встречами семинарами ни один китаец не смог да на самом деле ни один китаец не смог устоять против этого человека кан иман феррат он занимается винчун именно тем винчун который организовал который создал керншпехт именно создал компилировав различные комбинации различные блоки приемы взятые из других направлений в традиционный винчун и вот теперь давайте мы вернемся опять к самому началу нашего видео фиат пятисотка 60-летней давности и фиат пятисотка новый что вам мешает купить новый фиат и отказаться от старого перефразируем что вам мешает вылезти из рамок вот этой вот долбанной традиции якобы и пмановский винчун самый винчунистый винчун в мире и начать действительно заниматься тем винчун который действительно эффективен не только в спортзале но и на улице в любой потасовки в любой драки что вам мешает подсознание глупое следование каким-то традициям установленным какими-то китайцами люди развивайтесь чем больше вы развиваетесь тем шире становится ваш кругозор тем больше становится ваш арсенал боевых техник тех приемов и комбинаций которые вы можете использовать в любой реальной ситуации в любой жизненной ситуации занимаясь узко направлено каким-то одним стилем следуя тем канонам которые уже 50 лет а может быть 60 лет как устарели но смотрится конечно в кино красиво но не забывайте кино это следование вас ни к чему не приведет никакой цели вы будете топтаться на месте подумайте еще раз о том какой фиат вам более лучше приглянется старый убитый или новый со всеми примочками при бомбасы ладно это так отступление в общем не забудьте подписаться на ваш канал поделиться видео с друзьями оставить лайк адекватный комментарий может быть у кого-то есть опыт общения боксеров с венчунистами или венчуниста с боксерами с каратистами так далее где действительно традиционщики слепо следующие по тропе ипмана действительно дали просраться и к боксерам оставьте ссылочку мы посмотрим на это видео но пока этих ссылок нет я буду утверждать как и сейчас утверждаю и дальше буду утверждать мановский венчун увы уже устарел он не прокатывает ни в одной рабочей ситуации всем удачи пока с вами был я владимир казарчук